Наша съемочная группа побывала в поселке Холодный Сусуманского района в июле этого года. Тогда один из местных жителей рассказал, что жить там в комфортных условиях можно только летом. Зимой очень проблематично и это доставляет массу хлопот. Ну а котельная, она вообще хоть как-то работает? Ну как-то вот именно как-то работает, как-то. Как она, мы удивляем, мы каждую зиму уезжаешь на работу и все, весь день, как у мышки, думаешь, что там дома зимой. Ну короче, что там говорить. Ранее в марте руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Александр Сорока говорил о том, что работы на это лето планируются масштабные. По поселку Холодный, смотрите какая ситуация. Предыдущее ресурсно-набжающее предприятие Холодный закончило свою деятельность в глубокой осени 2021 года. По сути туда уже в зимних условиях вошло новое муниципальное предприятие по Казани. Учитывая то, что инженерные сети, поселок Холодный, наверное, стопроцентно уже имеют ветхое состояние, ветхое аварийное. Да, это имеют инженерные сети, это трубные. Теплопроводы, водопроводы. Но предприятию в условиях наступившего отопительного сезона уже проводить какие-то глобальные ремонтные работы было невозможно. Поэтому задача стояла при вхождении нового МУПа, это дотянуть этот отопительный период до весны. И уже в летний подготовительный период 2022 года текущего провести по максимуму ремонт, в том числе инженерных сетей, котельного оборудования, инженерных сетей. Планы большие на лето, то есть они отремонтируют эти аварийные сети. Его слова подтвердил и глава округа Игорь Пряников. Он отметил, что летом все работы, которые необходимо сделать перед предстоящим отопительным сезоном, будут выполнены. Однако в октябре история получила свое продолжение. Сообщение в одну из наших групп в мессенджере прислал кочегар из котельной поселка. Довольно гневное. Я как кочегар, я 12 через 24 работаю. Старый уголь, которым я должен поселок холодный отапливать. И чтобы людям тепло давать, я должен спину гнуть, как проклятый. Это раз. Во-вторых, погрузчик на колесах, он не может фактически, физически вывести те объемы, которые нужны котельной. Значит, надо увеличивать объемы, то есть не 8 часов подавать с утра и 8 вечера, а 8, 3 и 8, как положено. Потому что уголь бывает такая, и поэтому мы не можем нагнать должную температуру, чтобы дать должную поселку температуру. Это во-вторых, я не могу вывести один поселок на двух котлах, 60 градусов температуру. Завтра у***** минус 40. И я двумя котлами с углем. С давлением обратки минус 0. С одной подачей угля. Тогда об этой проблеме написало сетевое издание «Говорит Магадан». Основные тезисы публикации. Уголь плохой, погрузчик не справляется с необходимыми объемами подачи угля. Из-за этого давление в течение дня падает. Теряется возможность подавать горячую воду, обеспечить отопление поселка таким образом малореально. После выхода материала проверку по данному факту провела областная прокуратура. Об ее итогах рассказал руководитель Илья Максимов. По результату данной работы установлено, что информация не нашла своего подтверждения. Вот даже предоставлены фотоматериалы прокурору района. Незамедлительно были даны поручения по производству проверки. Установлено, что на момент проверки работают два котла. Уголь завозится, находится под навесом. Уголь надлежащего качества также были опрошены другие кочегары, другие смены. Не единственные работники. Были проверены входные и выходные температуры с котельной. Также были произведены заберы как в квартирных домах, так и в социальных детских учреждениях. Везде нарушение температурного режима не зафиксировано. Температура на выходе с котельной нормальная. Действительно, работают два котла. Уголь завозится. Ситуация на данный момент нормальная. И данная котельная получает, как я знаю, на данный момент. В принципе, вопрос о получении паспорта готовности. Ну, как по аналогичной котелью, в Вартухане не стоит. На сегодняшний день жалобы от жителей поселка в надзорные органы не поступают. Ситуация находится под контролем прокуратуры Магаданской области.